Ирина Геннадьевна, вы не будете проводить голосование по моим предложениям, да? Ирина Геннадьевна, вы не будете проводить голосование по моим предложениям, да? Ирина Геннадьевна, вы не будете проводить голосование по моим предложениям, да? Против? Придержавшись? Ирина Геннадьевна, вы не будете проводить голосование по моим предложениям, да? Ирина Геннадьевна, вы не будете проводить голосование по моим предложениям, да? На заседании рабочей группы, все кандидатуры рассмотрены, рабочая группа прогрессовала по каждой кандидатуре, принято решение приглашать из Грайной комиссии Киросовской области, назначить состав территориальной Грайной комиссии Санкт-Петербурга, Власову, Сатьяну Александровну, Взнуздова Ярослава Алексеевича, Репану Голину Геннадьевну, Кислинцу Нанежду Геннадьевну, Курдюмова Александра Валентиновича, Пермякова Александра Александровича, Стартура Целноарина Анатольевна, Черепанова Галина Сергеевна, Шабунову Суфану Алексеевну, Шабунову Ютья Анатольевну, и отклонить к амбитатуре главных Антона Витальевича, Корбочкова, Олега Владиславовича и какого-то Дмитрия Васильевна. От имени рабочей группы вношу предложение принять указанный проект. Спасибо. Есть ли вопросы, докторыч? Вопрос. Вопрос. Пожалуйста. Вопрос есть? У меня предложение по вопросу повестки дня. По повестке дня мы уже приняли. Я и говорю по данному вопросу повестки дня. Я знаю, что ее... Нет, только к докладчику. К докладчику вопросов у меня нет. Давайте все-таки по порядку, который... Так в том-то и дело, что я предлагаю по порядку. У меня предложение по данному вопросу. Как вы его ставите? Так, Светлана... Ирина Геннадьевна, вы... Прежде чем голосовать по предложению, вы обязаны все предложения собрать. А вы уже фактически голосуете по предложению. Вы предложили по предложению по проекту повестки. По какому проекту повестки? Предложение в порядке поступления. У нас, значит, было предложение, есть ли еще предложение? Да. Пожалуйста. Уважаемая госпожа председательствующая, у меня нет предложений по проекту, предложенному рабочей группой по проекту постановления. Однако у меня есть предложение я во множественном числе по рассматриваемому вопросу повестки дня. Прошу каждое предложение записать, отразить в протоколе отдельно. Итак, предлагаю рассмотреть отдельно кандидатуру Взнуздова Ярослава Алексеевича и требую проведения голосования по кандидатуре Взнуздова Ярослава Алексеевича. Предлагаю рассмотреть отдельно кандидатуру Власовой Татьяны Александровны, требую проведения голосования отдельно по кандидатуре Власовой Татьяны Александровны. Предлагаю рассмотреть отдельно кандидатуру Ипатовой Ирины Витальевны, требую проведения голосования по кандидатуре Ипатовой Ирины Витальевны отдельно. Предлагаю рассмотреть отдельно кандидатуру Кислицына и Надежды Геннадьевны, требую проведения голосования отдельно по кандидатуре Кислицына и Надежды Геннадьевны. Пятое предложение. Пятое предложение. Предлагаю рассмотреть отдельно кандидатуру Кормщикова Олега Владиславовича и требую проведения голосования отдельно по кандидатуре Кормщикова Олега Владиславовича. Тринадцатое предложение. Предлагаю рассмотреть отдельно кандидатуру Поповой Татьяны Николаевны. Требую проведения голосования отдельно по кандидатуре Поповой Татьяны Васильевны. Тринадцать предложений мной внесено. Уважаемые коллеги, я обращаю внимание, что если членка ищет вас в следующий раз, чтобы повторить не будем, давайте мы сейчас с вами уже определимся, чтобы не вводить за блуждение членов комиссии и не купить. Итак, в соответствии с требованиями, если есть альтернативное предложение, то проект постановления должен подготовить соответствующие субъекты движения. Но поскольку сейчас предложение... Ирина Геннадьевна, у меня нет альтернативного проекта постановления, и я не обязан его вносить. Тем не менее, вы вводите в заблуждение, по моему мнению, коллег. Вносить альтернативный проект это право члена комиссии, а не его обязанность. У меня альтернативного проекта постановления нет. По той простой причине, что я не знаю, кто из данных тринадцати будет комиссией избран. Поэтому я в праве реализовать свое право, данное мне федеральным законом, вносить предложение по вопросам повестки дня. И самое важное, я имею право требовать проведения голосования по внесенным мной предложениям. Второе предложение, я еще раз говорю, дал Николай. У меня тринадцать предложений. Нет, я не вносил такого предложения. Уважаемая госпожа председательствующая, я не вносил. Пожалуйста, но я-то не вносил. Я вносил тринадцать предложений. То за данное предложение прошу проголосовать. За персональное. Персонально проголосовать покажут. Вы не можете лишить меня права, данного мне федеральным законом, Ирина Геннадьевна. Воздержавшихся. Нет. Волосуем в целом, проходит первое предложение. То есть комиссия решила лишить меня законного права требовать проведения голосования. Верно я понимаю? Против. Воздержавшихся. Нет. Спасибо. Госпожа председательствующая, вы обязаны поставить на голосование все мои предложения. Просто обязаны. Ну вот предлагает мне еще отклонить все тринадцать предложений, которые сейчас мы ввели. Давайте поставим на голосование. А где это? Так, вставлю на голосование об отклонении предложения предложений. Что значит на голосование? Кто внес это предложение? А кто внес это предложение? Отклонить. Кто его внес? Я поправляюсь. Вставлю на голосование тринадцать членов, вернее, не членов. Каждое по отдельности предложение. Так, голосуем. Кто за это предложение прослежит? Пусть сами разбирается. Пусть сами разбирается. Против. Воздержавшихся. Нет. Голосуем в целом. Так, вы по каждому моему предложению обязаны провести голосование. Вы что творите? Все, по единогласно. Большинство голосов. Итак, голосуем. Кто за? Против. Воздержавшихся. Нет. Я вам делаю замечание. Вы не мешаете вести. А вы мне мешаете реализовывать мои права члена избирательной комиссии. Вы мне мешаете. А вы злоупотребляете, на мой взгляд, своим правом. Вы, пожалуйста, воздержитесь от комментариев Светланы Валентиновны Самоделкины. Вы в мой адрес от комментариев воздержитесь. Не выведете заседание. А проще говоря, помолчите, пожалуйста. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас в Санчурске, да? Да, да. О формировании... Вы что думали? В сказку попали? Нет. Посмотрите на стойку. О председателе территориальной избирательной комиссии Санчурской комиссии, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые члены комиссии, рабочая группа предлагает назначить председателя территориальной избирательной комиссии Санчурского района Агласова, Татьяна Александровна. Татьяна Александровна присутствует, имеют первое голосование, а ловят председателем территориальной избирательной комиссии Санчурской комиссии Санчурской комиссии Санчурской комиссии Санчурской комиссии. Татьяна Александровна, председателем территориальной избирательной комиссии Санчурской 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 комиссии Санчур Против, поддержавшихся, нет. И второй вопрос, вносенный к предложению. Витальевич, голосуем. Кто за? Против, поддержавшихся, нет. Итак, первое предложение проходит и голосует теперь за установление вза. Кто за? Против, поддержавшихся, нет. Так, назначена председатель территориальной правительственной комиссии, Комиссия Поварова, Ласка Татьяна Александровна. Пожалуйста, Татьяна Александровна, мы вас поздравляем. Ну и, соответственно, наше пожелание провести в самое ближайшее время в соответствующие сроки выборы заместителя и секретаря комиссии. И соответствующую реформу, которую мы представим, ввести в господи. Спасибо. Переходим к следующему вопросу, 35-й, о формировании детей из Поварского района. Уважаемые члены комиссии, выбирайте, какими-то предложениями по предназначению составу территориальной комиссии Словоцкого района 9 членов комиссии, 10 предложений. Рабочая группа рассмотрела все предложения, проголосовала по каждой кандидатуре. Рабочая группа приняла решение предложить состав территориальной комиссии Словоцкого района Агееву Ларису Павловну, Девчонки, Сергея Анатольевича, Гашечева Владимировна, Грудева Анна Леонидовна Дмитриевича, Россияна Борисовна, Елена Сергеевна Николаевича, Козина Алексеевна Владимировича, Шаховна Людмила Сергеевна, Шишкина.